Всех приветствую! В данном видеоролике речь пойдет о электродвигателях. Вот у меня есть два экземпляра, которые мы сегодня будем тестить. Ранее в предыдущих роликах я делал обзоры на такие микродвигатели. Это двигатели внутреннего сгорания. В комментариях к этим видео я понял, что мир все-таки разделился на приверженцев, любителей ДВС и любителей двигателей на электротяге. Я, скорее всего, приверженцем того или иного не стану, потому что мне нравится и то, и то. Я буду все использовать. В этом видео мы проведем тестинг небольшой. Хоть у меня и маленькие двигатели, хоть у меня и нет очень мощного блока питания. Возможно, вот этот на полную мощность не выйдет. Но вот этот 100% должен выйти на полную мощь. Мы все протестим, посмотрим и сравним, настолько ли гигантская тяга и мощность у этих двигателей. Вот эти двигатели выдавали довольно-таки большую тягу. С этого мне удалось получить вот с таким винтом на 250 тягу в 1,7 килограмма. То есть это статическая тяга. А вот этот двигатель смог осилить 1,6, если мне не изменяет память, с гораздо большим винтом. В комментариях писали, что чуть ли не вот такие маленькие двигатели выдают по 3 килограмма тяги. Что-то мне в это с трудом верится, если честно, ребята. Протестим, посмотрим. Кому интересно, вот этот двигатель я брал в Китае. Можете посмотреть его название. Короче говоря, я ссылку оставлю в описании. Также в Китае взял регулятор. Вы далее увидите, для чего он нужен. То есть без него можно тестировать только с аппаратурой. Он же позволяет без аппаратуры тестировать вот такие двигатели. Этот двигатель мне подарил подписчик. Марк, огромное тебе спасибо еще раз за это. Также вот этот винт тоже от него. И он сказал, что двигатель этот дружит с этим винтом. Короче говоря, я его прикрутил вот сюда на два болта. Тут есть 4 резьбы и посадка. Сделал посадку винта, центрировал. То есть все нормально, все довольно-таки жестко прикрутил. Этот винт раскладной. Он раскладывается от центробежной силы. Этот винт толкающий, поэтому я еще пока даже не знаю, как и протестировать. Конструкция здесь довольно-таки простая. Сейчас я сниму вал, покажу вам, что там внутри. Для этого нужно лишь вытащить стопорную шайбу. И двигатель вот так вот разбирается. Здесь неодимовые магниты. Видимо из-за этого и получается запихнуть такую большую мощность в такой маленький размер. Здесь подшипники есть. Двигатель трехфазный, без щеток, без ничего. То есть он может работать довольно-таки долго. Собирается в обратном порядке. Так как моторы трехфазные, то к нему нужен еще и регулятор оборотов. Ну и собственно инвертор, который им управляет. То есть по сути это частотный преобразователь. Маленького размера для маленьких трехфазных двигателей. Здесь есть концы, с помощью которых подсоединяется к двигателю. Есть концы на аккумулятор и концы на управление. Вот и все, что здесь есть. С помощью вот этой коробки можно регулировать обороты. Подключается она вот так. И все, мы регулируем обороты. Далее сейчас я вам все покажу. Для того, чтобы протестировать маленький двигатель с толкающим винтом, я его перекину и он будет как обычно тянущим. Потому что на стенде по-другому не получится. Вот так. Теперь лопасти складываются не сюда, а в обратную сторону. Сюда поставлю пока слабенькую резинку временно. Она будет выполнять роль, чтобы лопасти вот так не загнулись и их не побило. Все равно будет все время в таком полу раскрытом состоянии. Все, можно идти на стенд, пробовать запускать. Маленький двигатель уже на стенде. Я здесь его сбалансировал. То есть положил груз, чтобы выставить в ноль. Как вы видите, пружина на ноле. Если я груз убираю, то оно меньше ноля. То есть нужно будет винту преодолеть какое-то усилие, чтобы вернуться в ноль и потом только он будет показывать тягу. С ДВС я такого не делал. Потому что они вот здесь стоят. То есть гораздо дальше от оси. И в итоге оно там все сбалансировано. Более или менее получается. Хотя там тоже можно выставлять дополнительным грузом. В общем, что мы делаем? Есть у меня блок питания от компа на 300 ватт. Естественно, тут на 12 вольт не идет все 300 ватт. Какая-то часть. Но у меня есть еще один блок питания. Будем добавлять. Сейчас пока попробуем от одного. Подключил контроллер оборотов. Вот он подключается на регулятор. Вот он регулятор. Здесь плюс-минус 12 вольт. Здесь подключаются обмотки двигателя. Вот так. Ну все, вы видели. Сорвалось. Не хватает просто мощности блока питания. Сейчас посмотрим, сколько было килограмм. Тяга была где-то 0,4 килограмма. Сейчас добавлю еще один блок питания. Вот этот. Просто подпитаюсь дополнительно. Раз. И минус. Все. Теперь мощности гораздо больше. Пробуем. Ручка выкручена практически на всю. Ну и как мы видим, тяга меньше чем пол килограмма. Где-то 0,4 килограмма. 0,45. Здесь, как мы видим, 11 вольт есть. То есть все на максимум. Все работает. Не просело напряжение. То есть это его номинальная мощность. 0,4 килограмм тяги. С этим винтом. 9800 оборотов в минуту. Пробуем температуру контроллера. 90-80. Довольно много. Я думаю, надо уже прекращать эксперимент. Итак, друзья, на мощность мы проверили. То есть, как вы видели, контроллер греется очень сильно. Буквально до 100 градусов. Очень он горячий до сих пор. 98 градусов. Сам двигатель фактически холодный. Не греется. Хотя без винта, если его подключать, он греется довольно-таки сильно без нагрузки. Вот что удивительно. Поставил большой двигатель. Сбалансировал стенд на 0. Убавил груза. Делаю сброс. И будем пробовать. Погнали! Регулятор вроде бы остыл. Надо делать быстро. Здесь я обороты замерить не смогу, потому что не за что зацепиться. Я могу лишь вычислить их. Померить вот здесь окружную скорость. Вот. Потому что этот прибор, часовой тахометр, он измеряет также окружную скорость в метрах в минуту. Потом эти метры в минуту можно перевести в обороты в минуту. То есть вычислить. Придется посчитать немножко. Используется вот такая лапка. И она вот сюда приставляется. Можно измерять. В общем, поехали. Сначала тягу смотрим. Примерно 1,65 килограмм. Опять же, напряжение здесь у нас в порядке. Не просело. Регулятор пока что в норме. Измеряю окружную скорость. Удивительно, с этим двигателем регулятор греется меньше. Хотя движок гораздо больше. Ну и вы видели, даже тягу больше выдает. Чтобы узнать обороты таким способом, нужно вот эту цифру 690 метров в минуту разделить на окружность. И мы получим количество оборотов в минуту. В общем, получилось 6272 оборотов в минуту. Но пока что, ребята, до ДВС немного не дотягивает. Хотя мощность действительно присутствует. Весьма высокая. Рывком даже до 0,75 килограмм добивает. Но я не знаю, возможно, сам регулятор не тянет. Он на 40 ампер может быть. Хотя маленький двигатель, я думаю, на всю мощность выдал. Все, что способно. Пришел наконец-таки долгожданный аккумулятор, ребята. Вот так вот он выглядит на 3,3 ампер в час. Появилась возможность проверить с аккумулятором. Ну и собственно сравнить, что нам показали блоки питания. Будет одно и то же или нет. Итак, друзья, контрольный замер. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут с нулем. Обычно много скепсиса по моим этим измерениям. В общем, я взял безмен. Сейчас я его так зацеплю и мы измерим точность наших показаний. Вот так раз. Должен быть килограмм. Смотрим, 90 грамм. Видите, даже меньше показывает. Давайте еще раз. Килограмм. То есть оно где-то здесь на пределе. Чуть меньше. Тут просто разница сразу в 100 грамм идет. Давайте 3 килограмма попробуем замерить. То есть много скепсиса насчет вот этого угла. Что вот оно так отклоняется и вся эта платформа начинает давить. Но как-то люди не учитывают то, что я и градуировал уже с учетом. Уже готовая платформа была. Я ее градуировал. Правда, вот подстерлась уже. Смотрим. Вот 3 килограмма должно быть. Пикнуло. О, 3 килограмма. Видите? Так что все тут нормально. Не надо шизофрению включать. Что тут какие-то сверх неточные данные. Все влияет. Вот тут и бак стоит и это стоит. Можем даже поставить сюда гирю. И я вам скажу, что результаты изменятся, но не настолько сильно, чтобы прям там истерию включать. Я понимаю, что все очень умные там и так далее. Вот я повесил гирю. По идее, должно... Вот она весит 1,4 килограмма. Это замок чугунный. По идее, должно тут катастрофически все поменяться. Смотрим. Пикнуло. 2,9 килограмма. Все правильно. Оно 100 грамм отняло. Отняло 100 грамм. То есть вот это 1,4 килограмма, чугунная вещь, отняло 100 грамм всего лишь. Так что двигатели по пол килограмма даже если ставить, 50 грамм будет разница. Я считаю, это не такая великая разница, чтобы прям сверх это все учитывать. Поставил двигатель и теперь будет у нас контрольный замер уже с литий-полимерным аккумулятором. Это опять же, чтобы не было скепсиса. Тот материал, который вы только что видели, он уже был отснят заранее. Но пришла батарея. Я решил доснять, посмотреть, как оно все здесь будет реагировать. Может быть какая-то огромная будет разница. Включаю и пробуем уже с аккумулятором. Как мы видим, в принципе и те же самые данные он показывает. 0,7 килограмм с таким вот гигантским винтом. Винт тут около 280 миллиметров в диаметре. 11 дюймов на 8,5. Это 3-х баночный аккумулятор. Конечно, с 4-х баночным, естественно, было бы уже больше. И ток был бы больше, и напряжение больше. Эти двигатели зависят. Он может использоваться на большем напряжении. Но так как я заказал вот эту батарею такую, и в общем-то у меня такой регулятор. Поэтому будет использоваться в этом наборе. И соответственно менять я пока ничего не буду. Так что какие-то такие дела. Такие цифры, дорогие друзья. В общем, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео. Будут обязательно и самолеты, и может быть даже и вертолеты. Посмотрим. Быстро я вам ничего не обещаю. Как будет, так и будет. Ну а пока занимаюсь обзором двигателей. Мне это очень нравится. И я не собираюсь там как-то переключаться на что-то другое. Делать то, что мне сейчас не хочется. В общем, на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь. Поддержите канал лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!